Привет! Мы едем на охоту на лис. Сегодня будем охотиться на лис. Поэтому мы с собой взяли главного охотника на лис. Охотничья собачка. Она выследит всех наших лис. А лисы это вот такие маленькие грибочки-лисички. И мы их наберем, я надеюсь, хоть на одну тарелочку наберем. Тут у них любовь такая. Зиночка. Какие у вас прогнозы на сегодняшние грибы? А, ну у меня корзинка. А у меня собачку. А еще у меня коробочка для ягод. А какие ягоды уже пошли? Чернику? Чернику, не знаю. Может земляника будет? Землянику собираю, да. Землянику. Где найти земляничный полян? О-о-о-о. Курева. Твои прогнозы? Мрачные. Делаем ставки. Сколько мы привезем? Полтора сыра. Да нет, на самом деле я на грибы вообще не рассчитываю. Просто погулять хорошо. Мы на грибы вообще не рассчитываем. Но мы взяли каждый по две корзины. Весь багажник забит пакетами. В общем, это у нас первая выловка за город в этом году. По-моему, в это время в середине июля надо ездить купаться. Куда-нибудь на Финское море, да. Но так как все время стоит дубак, пришлось ехать за грибами. Вот сейчас посмотрим, что там в этом году выросло, не выросло. Просто подышать воздухом. Вон какая красота. От цветов. Это дышится? Навоз? Это нет. Это не навоз. Это не навоз. Это цветы. В моем детстве это называлось навоз. Зиночка, как вы себя чувствуете? Все хорошо? Зиночка терпеливо ждет, когда мы приедем к лисичкам. В общем, мы практически доедем, наверное, до самой финской границы и посмотрим, есть ли там грибы. Посмотрим и поедем обратно. Задувает ухо. Слушай, комары же. Комары. А я взял. Что? Репелем. Да ты что? О, Андрей, с ума сойти. Я не ожидала. Думаю, сапоги отдевать. Сапоги? Мокро. Все хорошо, только комары. И тепло, и солнечно, и земляника тут, но комары. И гусеницы. Я одна девушка назвала гусеницей. Ну, за это. Ветер звонит. Да? Одна девушка. Одна девушка? Вот как-то. Не, здесь густой какой-то. Или там дальше подлец. Земляничка вот такая вот растет. Лесная фиалка. Ну, пока мы видим только много черники. Кстати, черника уже все, вон, спелая, крупная. Ее можно собирать. Здесь такая красота, такой запах. Земляникой пахнет. Земляникой сейчас уже поспело. У нас сладкая-сладкая. Колокольчики. Ой, ящерку сейчас видела. Довольно такая большая. Красивая. Москакава. Даже если мы сегодня не найдем грибов. Просто вот так вот прогуляться, подышать, вообще это здорово. Ну, смотрите, какие тут прям вообще цветы. Музыка. Музыка. Музей какой-то. Музей какой-то. Погулять, не знаю, по Невскому. Ой, пошупиться. Но, когда действительно наступает выходной, то хочется только влез в лес. Вот, дышать. Смотреть на эту красоту. Ну, в общем, наслаждаться и совсем не хочется оставаться в городе. И даже все равно, будут сейчас грибы, не будут. Не знаю, мне все равно. Хотя мы вон кучу корзин набрали. Действительно, вон они там далеко, я от них отстала. Но мне все равно, будут грибы, не будут. Ну, не знаю, комаров вроде поменьше стало. Так, теперь уже не заедают. Ну, в общем, прекрасно. Вот мы по такому бурелому ходим. Но пока тут ничего нету. Только шишки сосновые. Это их сверху птицы кидают и белки. Ну, в общем, или грибы еще не пошли, или ушли, или мы не там их ищем. Но, может, и ушли, потому что грибы... Британские ученые доказали, что грибы мигрируют. В один год они растут в одном месте и им хорошо. А на следующий год все думают, что они снова там появятся и туда бегут. А грибы уже перебежали на другое место. Да, они такие коварные. Это что такое? О, вот тут интересно на пне. Это от шишек. Эта белка там жевала шишку и вот кидала вниз. И где-то должна валяться обгрызенная шишка. Какой гриб. Он обратно. Все, я уже дошла туда. Буреломчик, а сейчас обратно пойдем. О! Кто сказал, что нет грибов? Вот это ты попал. Такой только таким тесаком. А не чешный, кстати. Не очень новый. Это под березовики? Это красный. Красный? А ты не на кчели убежали? А этот нет. Этот все дохлый. Мы нашли два больших красных. Вау! И червивый? Один ничего. Скажи им. Один нормальный, другой червивый. Ну что, друзья, как ваши впечатления о вылазке за грибами первые в этом году? Это смешно. Ну хорошо. Грибов смешно. Мясо приятный. Зато есть колбаса и пирожки на свежем воздухе. А еще я сварил варенье из ревеня. Из чего? Из ревеня. О! Да, должно быть вкусно. С корицей. А это что? С лимоном. Оно и есть варенье из ревеня? Да. Ну да, из него делают варенье. Что вот это за колбаска? Расскажи. Это веганская колбаска. Там она состоит из пшеничного белка, разных специй. Ну и всяких добавок, которые обычно в колбаску кладут. Такие ароматизаторы. Мяса там нет. И сои тоже нет. Но полезная колбаса. Ну как полезная? И после этого ее пытаются обозвать колбасой. Супер полезная. А что обычная колбаса полезная, которая мясная, тоже не полезная. Просто поесть по вкусу. Если хочется. А где ты ее покупаешь? Я такое не видела нигде. А у нас есть недалеко супермаркет Класс. Там продают. Класс? Ну называется так Класс. А вообще ее есть? Я вот мясо и сою ел. Ничего. Помнишь ее? Ну, мы не увлекаемся особо. Чем? Специи. 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 Опытным путем подбирается. Вываривается. Тушится. В лучике я с морковкой. Специи там. Этот. В общем, я все сказал. Вот сейчас мы поедем. Вдоль дороги будет стоять куча сволочи. Вот с такими вот кожинами продавать грибы. Эх! Эх! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok